ЧП в центре города. В пятницу вечером на одной из центральных улиц воспламенился автобус с пассажирами. Людям пришлось спешно покидать его посреди проезжей части, а затушить огонь смогли только пожарные. Ирина Вобещевич с подробностями. 0.11. Люди выбегают. Прям сильно задымел. Все произошло на путепроводе на улице Гоголя в час пик. Автобус 11 маршрута остановился на светофорном объекте. В это время началось задымление, и люди стали покидать транспортное средство. По свидетельству очевидцев, проезжавшие мимо водители стали делиться огнетушителями, чтобы сбить раздраставшееся пламя. Однако огонь распространился быстро. Потушить удалось лишь пожарным. По сообщению пресс-службы департамента ЧС, в 18.20 произошло горение сгораемых частей в моторном отсеке и обшивке салона маршрутного автобуса на общей площади 7 квадратных метров. Пожар ликвидирован в 18.34. Жертв и пострадавших нет. На данном автобусе у нас имеется вся соответствующая документация. Мы проходили техосмотр, имеются страховки. С помощью умелых действий водителя пострадавших в данном автобусе не имелось. Все были своевременно высажены. Напомним, людей эвакуировали на оживленную проезжую часть. И только по счастливой случайности не произошло трагедии. Говорят, что сейчас проводится экспертиза с выяснением точных причин возгорания. Остается вопросом, как неисправное транспортное средство смогли выпустить на линию. Сколько еще таких курсирует по городу. И когда приключится следующее ЧП. Хотя, по словам инженера, все инструкции они соблюдают. Перед утренним выездом у нас имеется дежурный механик, который осматривает все соответствующие узлы и агрегаты автобуса. Соответственно, они заезжают на смотровую яму, осматриваются. И все узлы снизу, сверху, так сказать, осматривается. Салон, санитарное состояние автобуса. Это проводится у нас ежедневно. Только в этом автопарке 57 автобусов. По словам инженера, самые древние. Из них 2006 года выпуска. В последние годы обновления автопарка не было. Но, говорят, уже в течение полутора месяцев приобретут 14 новых. Во всяком случае, списание пассажирского транспорта не должно происходить в городе по той причине, по которой будет списан этот, не подлежащий уже восстановлению.